Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. И сегодня я вам расскажу про лилейники. Лилейники тоже известное растение, но про них мы еще не разговаривали. Поговорим об отдельных моментах, на что следует обратить внимание при покупке, как за ними ухаживать и как их, конечно же, размножать. Потому что наступает сентябрь месяц, когда мы можем смело пересаживать наши любимые цветы, либо приобретать и высаживать лилейники, которые нам понравились где-то в магазине, либо в каталоге мы выбрали. Лилейники происходят с Дальнего Востока, где они растут в естественном виде, и с тех восточно-азиатских регионов. Там они в естественных условиях растут по краю леса, среди кустарников. Поэтому иногда в результате испорченного телефона можно услышать о том, что лилейник замечательно растет в тени. И при этом вообще лилейник – это растение для ленивых, которое практически не требует ухода. Но хочу вам сказать, что может быть в какой-то этой степени и так. Так, путешествуя по своей родной Беларуси, я иногда видела заброшенные дома, которым уже по лет 40, как там никто не живет, и густо вокруг в бывшем палисаднике растут лилейники. С редкими цветочками. Конечно, это вызывает умиление, но если сравнить, когда мы ленимся и когда мы все-таки ухаживаем, то мы заметим огромнейшую разницу. Когда мы получаем растение, или мы хотим его приобрести, лучше, конечно, накануне поинтересоваться, в каком регионе оно было выведено, то есть кто оригинатор данного сорта. Потому что существует среди селекционеров два таких вот эпицентра поражения лилейниками людей. Это США, Австралия и Франция. Естественно, то и рекомендации от этих селекционеров будут такие, что надо выращивать лилейник в полутени, потому что, естественно, что на жарком солнце он будет очень быстро цветать, выгорать, и цветки не будут соответствовать сорту. Но если мы приобретем такое растение и посадим его в условиях средней широты в тень, то мы, наверное, будем наслаждаться красивыми линейными листьями, его пышным кустиком, вообще фактурой куста. Но мы, возможно, даже и не дождем те цветения. А если бутоны и заложатся, то они могут даже в тени и не раскрыться у некоторых сортов. Это вот такое замечание, на что вам надо обращать внимание. Поэтому при посадке лилейника все-таки предпочтительнее солнечное место и достаточный уход, то есть подкормки в соответствии с рекомендациями и, естественно, полив. Хотя корневище у лилейника, оно имеет такие шнуровидные корни, мы потом увидим, я вам покажу, которые и направлены на то, чтобы переживать периоды засухи. То есть они запасают влагу и хорошо противостоят вот таким засушливым периодам. Лилейники на одном месте могут расти очень долго. Но декоративность свою они будут сохранять, если вы все-таки будете их обновлять хотя бы каждые лет шесть. Потому что по мере разрастания куст будет терять свою мощь, он будет притеснять соседние какие-то растения, будь то у вас группа лилейников, либо какие-то другие растения у цветники. И поэтому для того, чтобы цветение было обильным и растение хорошо себя чувствовало, и цветок был крупным, соответствовал заявленному в каталоге размеру, то поэтому лучше все-таки растение омолаживать. Но растения могут просто быть забытыми, и потом, или у нас не хватало времени, мы не пересаживали, и они разрастаются. Те лилейники, которые считаются рыхлодернистые, то их в принципе можно разодрать и руками. Но есть плотнодернистые, которые образуют плотную такую куртину, и лопатой порой их рассечь очень тяжело. Вот я вас потихоньку подвожу к теме, потому что что выбрать, это огромнейший ассортимент, это вы уже как-нибудь определитесь снова же с прицелом на свои условия и свои возможности. А как их размножать и как за ними ухаживать, на этом мы остановимся немножко подробнее. Так вот, очень старые кусты. Ну, если вы так уже запустили, то можно сделать двумя методами размножить. Давайте вооружусь перчатками. Раз стоит лопата, значит будем копать. Для того, чтобы нам не мешало листва, чтобы нам было видно, где деленки, мы обрежем. И вот как вы видите, у старых кустов по периферии в принципе можно выбрать отдельные деленочки. Потому что если захотеть его выкопать целиком, то это нам вряд ли уже будет одному человеку под силу. Поэтому вот определяемся, обрезаем листву, определяемся, как тут расположены побеги. и вертикально ставим лопату, втыкаем ее и извлекаем. Некоторые побеги, конечно же, повредятся с внутренней стороны куста. Поэтому мы максимально сохраняем периферийные корни. Вот что мы наблюдаем. Вот они такие прутевидные, красивые, можно сказать. И достаточно хорошо отделились. Еще один способ, как можно разделить. Эти деленочки вот мы сейчас немножко очистим, а потом мы их высадим. Ну, посмотрим, спасать нам такую или не спасать. Если мы будем... Значит, здесь мы все это загребаем снова ямку. Если мы отделяем значительную часть куста, мы ямку заполняем питательным грунтом и проливаем. Для того, чтобы... Ну, проливаем не так, чтобы там создать болото, а просто, чтобы земля схватилась с корнями, с корневой системой. И больше не поливаем, для того, чтобы не происходило загнивание поврежденных корней. Если мы раздвинем и посмотрим внутрь, то здесь вообще такая история, что трудно будет его рассечь. Поэтому не бойтесь манипулировать с такими старыми кустами. Можно начать прямо с середины. Можно вырезать среднюю часть куста и надсечь в ней все побеги. И тогда к весне следующего года отсюда пойдут молодые побеги, которые затем можно вырезать и размножить на такой разводочной грядочке. То есть сначала мы их отправим на грядочку в такой питомничек, а затем уже через еще зиму мы отправим их на постоянное место. Ну, идемте посадим наши деленки. Что нам необходимо сделать? Необходимо удалить, если есть все поврежденные корни. Вроде бы тут их не так уж и много. Если у вас много посадочных единиц, то их лучше замочить, либо даже обмакнуть в болтушку. Я их просто отправлю в лейку, чтобы они напитывались. Ну, конечно, часть можно укоротить. У очень старых сортов во внутренней части образуется просто такая пень. И когда мы рассекаем, то, естественно, там очень трудно добиться идеального состояния. Череночки наши получаются маленькие, с очень маленькой пяточкой. Вы эту часть все равно будете отсекать. Вот как примерно произошло у этой деленочки нашей. Но здесь еще неплохое состояние. Вот какие-то пару корешков не совсем важные. То есть она совсем-совсем миниатюрная, одиночная. Ну, корешки у нее вот такие красивенькие. Да. Ну, и так поступаем со всеми остальными деленками. Значит, все плохое вырезаем, чтобы не было никаких засохших, поврежденных. Укорачиваем. Замачиваем. Как правило, растения растения не подвержены грибным поражениям и не требуют специальной какой-то обработки фунгицидами. Но если вы сомневаетесь, то можно, когда срезы очень обширные, то можно присыпать толченым углем либо золой. Пусть оно будет пока здесь. И вот у меня пару растений, приобретенных лилейника. Ну, вот всего лишь один пучок листьев на дворе август-месяц. И как нам их сажать? Надо в любом случае наполовину удалить листья, для того, чтобы вся сила пошла в корни. Дальше что мы обращаем внимание? Если мы приобретаем, то мы должны попросить и продавец должен показать состояние корневой системы. корневая система должна оплетать горшок. Должна легко вот так доставаться из горшка. Не должно быть такого, что достаем растение, а корешок где-то там внутри, вокруг все обсыпалось или земля осталась в горшке. Значит, растение недавно только перевалено и оно при пересадке будет очень длительно приживаться. Выкапываем яму. Если почва хорошая, вот такая как у меня, она глубоко обработанная, оккультуренная, в меру плодородная, мы выкапываем лунку глубиной 30 см. С линейкой не надо идти на поле, как правило, штык лопаты это уже есть 25-30 см. Я полагаю, что моя лопата 32 см. Вот на штык лопаты мы выкапываем. Что мы, чем мы заполняем, вроде бы вкус не такой большой. Мы заполняем смесью торфа, компоста или переперевшего навоза, добавляем на эту ямку столовую ложку комплексного удобрения, перемешиваем снова и всыпаем это в лунку. Насыпали. Делаем, добавляем нашу земельку и делаем такой внутри как бы холмик. Несмотря на то, что ком земляной хорошо оплел, посадка в августе и сентябре позволяет растению укорениться до наступления заморозков, значит мы обираем во-первых с целью, чтобы проверить корневую систему в порядке ли она, может где-то что-то подгнившее есть или подсохшее вот как здесь у нас лишнее вот мы можем удалить, эти молодые не будем трогать, а коричневые можем немножко укоротить. И мы центр в процессе еще обнаруживаются какие-то неполадки. Центр освобождаем, раздвигаем. Если мы целым комом посадим сразу непосредственно в нашу лунку, то так комом растение и останется, особенно если ком пересохший. Поэтому перед посадкой обязательно должны быть пролиты. Вот как я сделала, видите, пролита холмик, распределяю корешки, уплотняю и немного присыпаю корешки. Здесь у меня одна деленочка, если куст большой, то можно прижать аккуратненько. Одной рукой мы можем придерживать, чтобы он туда не утоптался совершенно. Присыпали. И вот сейчас мы поливаем. Поливаем достаточно обильно. Если вода уходит быстро, совершенно вот она раз и утекла туда, значит вы плохо уплотнили. И в следующий раз вы должны на это обратить внимание и уплотнить лучше. Вроде бы вода не убегает, значит у нас все сделано правильно. Мы засыпаем теперь грунтом, который достали из этой лунки. Сильно мы не заглубляем. То есть как он сидел в горшочке, так он и остается сидеть. Распределяем землю вокруг. еще раз поливаем. Поливаем. Не надо лить в корень, потому что он будет замываться по периферии. Это мы застопорим. И сверху мы засыпаем торфом сухим. зачем? Для того, чтобы сохранялась влага. Это так называемое мульчирование. Можно воспользоваться опилками нашими любимыми. Торфа можно насыпать сантиметра два-три. Помните, что растение все-таки мощное. И через три-четыре года из этой одной деленочки, одного пучка листьев, здесь уже будет мощный куст в диаметре 40-60 сантиметров. Поэтому в зависимости от сорта, читаем характеристику, мы сажаем лилейники друг от друга на расстоянии 40-50-60 сантиметров. Следующую лунку таким же образом мы бы ее заправляли. Но я ускоряюсь. И где наши деленки? С ними мы поступаем точно так же со всеми нашими деленочками. Этого малыша тоже надо подстричь. Обрезаем листья. Еще немножко подправим. То есть листья укорачиваем, если какие-то подсохшие, заболевшие. Еще раз делаем осмотр. Все это удаляем. И таким же образом делаем холмик. На холмике распределяем корешки. Засыпаем. Прижимаем. Делаем канавочку. Проливаем. Подождем, пока вода сосется немножко. Видите, она не убегает. значит земля вокруг уплотнена. Потому что если рыхло насыпать, она сразу будет убегать. Вот смотрите, следующее у меня растение, которое уже с цветоносом. Надо ли этот цветонос сохранять? Конечно, крайне любопытно посмотреть, соответствует он сорту, который заказал, купил, или не соответствует. но мы не будем его мучить. И в угоду цветения следующего года мы без жалости его обрезаем. Потому что если мы оставим цветонос, то он будет отнимать много сил на цветение в ущерб укоренению растения. Ну, вот так вот мы справились. Таким же образом мы будем сажать и следующие, и следующие кустики. И у нас получится коллекция ливейников. Так как мы их обильно пролили, мы можем их не поливать в течение 2-3 недель. Конечно, если погода будет стоять засушливая, то все-таки увлажнять придется. А так вот того запаса влаги, которая там содержится, и наличие таких вот противидных корней позволит давать новые корни и активно укореняться. И к концу сезона растения укоренятся и будут хорошо зимовать. Вообще лилейник зимует замечательно. Даже те тетраплоидные гибриды, которые иногда после повторного цветения остаются в таком подгулявшем состоянии, и они уходят в зиму не совсем вызревшими, и к тому же предполагается, что они вечно зеленые, но в условиях умеренного климата они подмерзают, и иногда второе цветение не удается. Поэтому непременно читайте рекомендации, размещайте лилейники все-таки на солнечном месте, обеспечивайте уход, полив, подкормки, и вы заметите, какая красота может быть создана вашими руками. Успехов вам, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова